МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Картина дня в репортажах журналистов МТК-видео на канале ТНТ. Сегодня выпуски. Ледовые скульптуры в этом году заставили художников освоить кройку. Качественный прозрачный лёд приходится вырезать и собирать как пазлы. Любовь Никитина узнала причины. Путешествие в 25 тысяч километров завершено с опозданием на 3 месяца. Приключения участников автопробега «Большая Россия». Магадан под наблюдением 99 камер. Система безопасных город в действии. Из 85 регионов Магаданская область на 83-м месте по качеству образования. Самый провальный предмет – физика. Впервые за 10 лет Магадану не хватает льда для новогоднего украшения города. Сегодня художники начали выкраивать качественные фрагменты и складывать их как пазлы, примораживая друг к другу. Так мастера вырезают мутные хрупкие участки. Причиной стал дождь поздней осени, который застыл в озёрах грязной жёлтой полоской, испортив все городские запасы стройматериала. Проблема была настолько острой, что глава города Юрий Гришан распорядился заменить ледяные инсталляции снежными фигурами, если подходящий материал не найдут. Первоначально мастера из Якутска отказались работать с некачественным льдом, но позже решились на самую сложную и трудоёмкую работу – выкраивать лучшие фрагменты. Сотрудники жилищно-коммунального хозяйства помогли художникам, завезли в город на четверть больше льда, чем обычно, чтобы предоставить больший выбор. Лучшие цельные фрагменты отобрали для центральной экспозиции «Магаданский хрусталь». Общий вид украшений не пострадает, уверены специалисты коммунальных служб благодаря цветной подсветке. Она скроет возможные дефекты. Все фигуры будут выполнены к 15 декабря. Конечно, лёд по качеству совсем плохой, но мы стараемся из него сделать что-то хорошее. В прошлом году очень хороший был лёд. Почти отходов не было. В этом году это то, что сверху, это снег тает, и его распиливаем, выбрасываем. Чтобы прозрачно было, чтобы красиво было. С каждым годом ледовых фигур в Магадане всё больше. Так, для украшения города завезено 300 кубометров льда. Это примерно 30 КамАЗов. Полтора года назад в два раза меньше. Мы вот так вот прошли и в Москву. Сегодня в Магадан вернулись участники автопробега «Большая Россия». 12 июня на двух легковых автомобилях с пятитонным грузовиком для сбора гуманитарных грузов для детей Донбасса они стартовали из областного центра. За пять месяцев путешественники объехали Дальний Восток, побывали в Сибири, на Урале, Кавказе, Белоруссии, Донецкой и Луганской областях. Всего около ста городов. В каждом оставляли копию казанской иконы Божией Матери «Державный покров». Путешествие длиною в 50 тысяч километров завершилось в Москве. Участники автопробега вручили православную икону президенту Владимиру Путину. От всего народа, проведя через всю страну, через все храмы, епархии, проведя везде молебны, мы передали знак доверия главе государства от народа к следующим президентским выборам. Путешествие команды вместо запланированных двух месяцев затянулось на пять. Во время поездки поступали звонки из разных городов с просьбой привезти к ним копии иконы. В маршрут добавились еще десятки городов. Урок мужества провели в галерее боевой славы. Его посвятили Дню неизвестного солдата. Об истории даты членам Российского союза молодежи, юнормейцам, курсантам клуба «Подвиг» рассказали экскурсоводы. Гостям показали исторический ролик о захоронении праха неизвестного солдата в Александровском саду в 1966 году. Очень свято хранить память о тех, кто не вернулся с боев, сражений. И сегодня тема не просто тех, кто не вернулся, имена которых знают очень много. Тех, на могиле которых написано пропал без вести, где не было ни документов, ничего. Спасибо деду за победу! На Дальнем Востоке десятки могил погибших неизвестных героев. Жители города возложили цветы к стелам городов-героев и зажгли лампады. В Магадане 99 камер наружного наблюдения, культурные объекты, здания социальной значимости и улицы города теперь под присмотром МЧС. Сегодня система «Безопасный город» помогает работе не только силовых структур, но и муниципальной власти. Камеры в зоне отдыха «Горняк», бухте Нагаева, сквере «Морской» помогут муниципальным службам для безопасности отслеживать состояние льда, а также пресекать акты вандализма и оперативно оказывать помощь в случае происшествий. Камеры объединяет одна система, что облегчает сбор информации и анализ. Информация с камер наружного наблюдения может быть выдана горожанам только по решению суда. Качество колымского образования и подготовка кадров попали в центр внимания областной общественной палаты. Магаданские подростки обошли Ярославль по крепости. Северные дети на 4 сантиметра выше материковских. Обнародованы исследования Центра Арктика. Магаданская телевышка стала тяжелее на тонну. Это предел возможностей конструкции. Оборудование сделает Комсомольскую площадь центром новогодней иллюминации. Мобильный репортер в экскурсии по местам не столь отдаленным. В зоне четверть века оно по-прежнему впечатляет случайных туристов. Кадрем-апгрейдом на Колыме занялась областная общественная палата. Дефицит профессионалов разогрел проблему до эмоциональных волнений. В причинах коллапса разбирались власть, педагоги, общественники. Основных нашли две. Колыма непривлекательна для молодежи и слабый уровень образования. Выпускники школ уезжают получать дипломы в другие регионы. Проблема лежит на поверхности, считают в вузах. Старшеклассники откровенно говорят о ней с преподавателями. Я вас очень уважаю, но жить так, как вы, я не хочу. Я закрыла за ним дверь, встала на пороге своей квартиры, думаю, да я тоже так жить не хочу. Ну, а что делать? По качеству образования Магаданская область занимает 83-е место из 85 регионов России. Самая провальная физика. Колыма сидит на последней ступени. Поэтому выпускники подтягивают знания с помощью репетиторов и поступают в вузы центральных регионов. В школах 70 вакансий. Наиболее остро нуждается Колыма в учителях начальных классов. Мэр Магадана Юрий Гришан убежден, что оперативно можно решить проблему, только привлекая профессионалов из других городов. И это будет перед детьми, это будет честно. Мнения разделились. Больше трёх часов проблему изучали, сканировали, приводили аргументы и отстаивали позицию. Готовим специалистов уезжать, потом приглашаем опять, вместо того, чтобы создать условия для того, чтобы здесь династиями люди жили. Все предложения, мнения и варианты решения проблемы направлены для изучения в правительство Магаданской области. Не общаться, улыбаться и видеть, не поддаваться. Душа всегда свободна. В Муниципальном центре культуры прошёл концерт фестиваля для особенных людей. В нём приняли участие профессиональные артисты и люди с ограниченными возможностями. События проходят каждый год уже 17 лет. Перед началом концерта зрителям показали клип о жизни тех, у кого душа всегда свободна. Михаил Метелёв – сирота. Он каждый день находит силы, чтобы помочь всем, кто рядом. В декабре в Магадане более 60 мероприятий для особенных людей. С полным списком событий, временем и местом их проведения можно ознакомиться на официальном сайте мэрии Магадана www.magadangorod.ru Магаданские дети крепче материковских. Сегодня научные сотрудники Центра Арктика опубликовали исследование. Сравнили физическое развитие детей 11-12 лет в Магадане и в Ярославле. Измеряли рост, вес и окружность груди. В эксперименте приняли участие 359 человек. За год магаданские мальчики прибавили в росте 6 сантиметров. Ярославские – всего 2 сантиметра. Колымские дети лучше набирают и вес – больше 4 килограммов. За это же время в городе на Волге всего 2 килограмма. Похожая ситуация и у девочек. Аналогичные исследования проводили с детьми более старшего возраста – 15, 16 и 17 лет. Магаданцы обошли подростков из Киева и Москвы. Также наблюдалась тенденция, что наши дети города Магадана школьного возраста опережают детей из других регионов по длине тела, массе тела, окружности грудной клетки. И еще мы брали мышечную силу кистей рук. Измеряли детей в детских лагерях и магаданских школах. В эксперименте приняли участие 359 человек. Сегодня названы призеры конкурса плакатов, посвященных Дню выборов президента. Участие приняла колымская молодежь. Всего поступило 84 работы. По мнению комиссии, лучшая принадлежит 11-летней Олесе Глебко, город Сусуман. Плакат «Президент с нами». Критерии оценки работ, соответствие теме, уровень техники исполнения и оригинальность. Всего призовые места получили 8 агит-плакатов. В дальнейшем работы отправятся на февральскую выставку избирательной комиссии. Лучшие опубликуют в газете «Вечерний Магадан» и разместят на сайте избирательной комиссии. Победители получат денежный приз. За первое место – 4000 рублей. Финансирование было выделено из регионального и федерального бюджета. Цели конкурса – повышение информирования молодых избирателей, формирование у молодежи активной жизненной позиции и повышение интереса к выборам. Все работы войдут в сборник. Монтаж новогодних украшений на телевышке завершен. На ней разместили около тонны оборудования. 350 новых стробоскопов и 400 летлам будут освещать символ Магадана в ночное время суток. Снежинки и часы остались с прошлого года. Монтаж оборудования обычно длится 10 дней, но из-за ноябрьских циклонов затянулся на два месяца. Работа сама по себе достаточно сложная, потому что проводится на высоте. И для того, чтобы проводить эту работу, все работники, которые допущены к этой работе, проходят специальное обучение. Монтаж завершен, но пока неизвестно, когда телевышка засияет новогодними огнями. Для нового оборудования было приобретено специальное программное обеспечение. Его еще не тестировали в северных условиях. Мобильный репортер отправился на экскурсию по местам не столь отдаленным. Объектом посещения стали руины лагеря особого режима, расположенного в нескольких километрах от поселка Амчак Тенькинского округа. Учреждение заброшено не менее четверти века, но по-прежнему впечатляет случайных туристов. Три, три ряда колючей проволоки. И один ряд от другого сантиметров вот столько натянут. Хрен сбежишь, да и бежать некуда. Спонсор рубрики «Магазин Мастерок». МТК-видео принимает сюжеты от жителей города и области. Присылайте ваши работы на номер 8-914-859-90-60. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин